Кирилл совсем недавно покинул стены детского дома, в котором воспитывался. Он был круглым сиротой, отец комбайнер и погиб от несчастного случая на работе, а мать убила током. Трагические случайности стали причиной того, что Кирилл попал в приют в возрасте трех лет. У него не было других родственников, поэтому детский дом стал единственным вариантом для малыша. В детском доме ему пришлось не сладко. Он помнит, что над ним постоянно издевались старшие, зажимали по углам, били, отбирали хлеб и котлеты на обеде. Кирилл их боялся, поэтому отдавал беспрекословно все, что они захотят. Преподаватели знали об этом беспределе, но почему-то бездействовали. Однажды Кирилл услышал, как две учительницы шептались в коридоре. Ничего, пусть научатся сами за себя стоять, а то в жизни им еще хуже будет. Тут хоть опыты наберутся, как себя вести в таких ситуациях. Мальчика как будто окатили из ушата ледяной водой. Но он навсегда запомнил слова воспитателей, что надо готовиться к проблемам в будущем и учиться с ними справляться. Выпустившись из детского дома, Кирилл попал в новый неизведанный мир, который познать самостоятельно было чрезвычайно трудно. Ему досталась от государства однокомнатная квартира без мебели. Первое время парень спал на полу, а из посуды у него была только тарелка и ложка. Кирилл был постоянно в поиске работы, но его взяли только грузчиком и уборщиком туалетов. В нем молодой человек таскал мешки с мукой и ящики с овощами, а ночами драйл туалеты в ресторане. Конечно, ему не нравилась такая работа. Кирилл чувствовал себя человеком второго сорта. Он понимал, что его зарплаты практически ни на что не хватает, хотя он тяжело работает днями и ночами. Однажды у Кирилла порвали зимние сапоги и ему пришлось срочно покупать новые. Отдав половину зарплаты за обувь, Кирилл с ужасом понял, что до следующей получки ему придется голодать. Парень не брезговал собирать со столов в ресторане, где он работал, остатки еды и хлеба, чтобы дома была хоть какая-то еда. Тяжелое положение детдомовца продолжалось довольно долго. Он жил в проголоде и надеялся только на чудо. И чудо свершилось, правда не в той форме, в которой ее ожидал Кирилл, да и вовсе это было не чудо. Но тогда парень думал, что для него это огромный шанс выбраться из нищеты. Гуляя по улице, он встретил своего одноклассника из приюта. Он познакомил Кирилла со своей компанией, но оказалось, что парни занимаются темными делишками. Скользкие типы промышляли небольшим воровством, перепродавали краденые мобильные телефоны, грабили банкоматы, не брезговали мелким мошенничеством и промыслом в больших гипермаркетах, где обнаружить воришку было не так легко. Им постоянно нужны были новенькие, так как все время подставлять своих не хотелось. Они сразу начали заманивать Кирилла к себе, обещая легкие деньги и минимум усилий. В глубине души парень не был преступником, но по причине молодости он еще не особо понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Старшие товарищи по неопытности попросили его постоять на стрёме. Хотели проучить одного жлоба. Выставили все благородно и дурачок Кирилл попался на удочку. Парни использовали его в своих целях, а он даже не сразу и понял. В итоге Кирилла взяли полицейские. Он не сообразил, что надо бежать. Понял, когда его уже скрутили. Дежурный оперативник начал грозить завести уголовное дело. Его хлеба не корми, дай посадить детдомовца. Знаю я вас, грозил пальцем дежурный. Одни воры да грабители. Кирилл боялся, что его посадят, поэтому тайком попросил соседа по камере дать позвонить воспитателю Николаю Петровичу из детского дома. Он очень благосклонно относился к Кириллу и всегда был готов протянуть руку помощи. Узнав о беде, мужчина бросил все дела и примчался в полицейский участок, чтобы спасти бывшего воспитанника. Опер страшно не хотел отпускать парня, но воспитатель его уговорил. Благо, красноречие было его коньком. Николай Петрович красиво размахивал руками и убеждал полицейского, что Кириллу будет лучше в армии. Пусть он идет в армию, вам что, жалко что ли? В любую часть. Из него там человека сделают. А так, отправишь его в тюрьму и получишь еще одного рецидивиста. Колония ведь редко исправляет. Там все с переломными судьбами. С большим трудом воспитателя удалось уговорить полицейского. Прямо из тюрьмы Кирилла отправили в военкомат, а оттуда в армию. Три месяца учебки под руководством суровых сержантов, а потом Кирилла перевели в часть. Вполне себе обычная воинская часть не ВДВ. Все как обычно. Дедовщина, караулы, наряды. В общем, служба не сахар. Однажды из роты, в которой служил Кирилл, отобрали троих добровольцев. Зачем? Никто не знал. Как выяснилось, солдат припахали делать ремонт и помогать на приусадебном участке одному из генералов. В числе счастливчиков был и Кирилл. Дача у генерала была расположена в живописном месте. Лес, рядом река. Небо голубое-глубое, как с картинки. Природа, просто закачаешься. Солдаты целый день работали. Они красили заборы, белили деревья, копали, таскали стройматериалы, занимались отделкой фасадов. Работа была не тяжелой, местами даже приятной. Но в конце рабочего дня у парней сильно болела спина и ноги. Хотя это было лучше, чем исполнять приказы на плацу. Тем более, что генеральская повариха кормила солдатиков от души. Они каждый день лакомились домашней выпечкой, что в армии не особо увидишь. Работа у генерала была непощатый край. Поэтому солдатам скучать было некогда. Они целый день трудились как пчелы, а после работы шли на речку купаться. Генерал целыми днями отсутствовал, ездил по важным делам. Вечером он возвращался на своем огромном джипе и с деловым видом осматривал фронт работы, пальцем показывал, где нужно еще что-то сделать. Его толстое важное лицо с двойным подбородком всегда имело надменное выражение, словно он презирал всех вокруг себя. Сам генерал был маленьким и круглым, как шарик. Его фигура вызывала смешки, но стоило взглянуть на его суровое выражение лица, как смеяться уже не хотелось. Он был довольно строгим мужчиной, который никогда не повторял свои слова дважды. Если с первого раза не услышали, то на завтра он уже искал новых работников, помни им. Время от времени солдаты видели генеральскую дочку, которая выходила в беседку читать книги. Она была великолепно сложена, ее белокурые курчавые волосы торчали из-под бейсболки. Веснушчатое лицо Милана было настолько милым, что сразу становилось ясно, почему ей дали такое имя. Девушка сидела на свежем воздухе часами. Она задумчиво вчитывалась в каждую страницу, изредка помечая страницы красной марки. Что она там подчеркивала, не знал никто. Но вся книга пестрела красным. Иногда Милана приносила с собой в беседку в вазу с мандаринами или зефиром. Она читала книгу, смешно надкусывая зефирину и тянулась за другой, хотя первую еще не съела. Это выглядело так комично, что Кирилл улыбался краешком рта, поглядывая на девушку. Он давно заприметил, что Милана вызывала у него легкое восхищение. Она была такой легкой, воздушной и милой, что сама походила на розовую зефирку, которая таяла во рту. Генеральская дочь была мечтательной красавицей. Безумно любила стихи поэтов серебряного века и сама иногда баловалась поэзией. Она абсолютно не была похожа на служаку генерала, а скорее пошла в мать. Елена Васильевна была учительницей русского языка и литературы. Семь лет назад женщина не стала от онкологии. Милана и Евгений Николаевич очень тяжело перенесли утрату, но нужно было жить дальше. Отец же был настоящим воякой. В горячих точках воевал, а наград у него – вагон и маленькая тележка. В должности генерала он упивался властью. Не прочь был выпить и покуролесить с барышнями. Но из уважения к памяти супруги Елены жениться не хотел. Милана была его единственным ребенком, поэтому Евгений Николаевич очень переживал за дочь. Однажды Милана вышла из дона и пошла прогуляться. Девушка весь день мечтала искупаться в речке, так как день выдался знойным. Стояла невыносимая жара, а вода в реке была прохладная. Только Милана начала плавать, как ногу схватила судорога. Девушка стала тонуть. Кирилл как раз работал в саду. Он услышал истошные крики, доносящиеся с реки. Побежал и увидел Милану, которая уже совсем обессилела. Бросившись в воду, молодой человек спас девушку и поплыл на берег вместе с ним. Откачав ее, Кирилл шумно выдохнул. «Фу, слава богу, жива! Я думал, ты уже того! Коньки двинула!» Девушка еле слышно прошептала спасибо и устало положила голову обратно на землю. Вернувшись на дачу, Милана рассказала отцу о случившемся, но тот даже не подумал благодарить солдата. «Подумаешь, салага, дух бестелесный!» Кирилл не обиделся, все проглотил. Он был парнем негордым. Главное, что спас девушку, а остальное не важно. После этого случая Кирилл еще несколько раз бывал на даче генерала. Он постоянно виделся с Миланой во дворе, пару раз пытался заговорить. Как ни странно, девушка отвечала ему и даже очень была заинтересована во разговоре. Между Миланой и Кириллом возникли чувства. Не сразу, конечно, но вскоре Кирилл понял, что влюблен, а девушка неожиданно ответила ему взаимностью. Свидания проходили на заднем дворе в беседке, там же, где Милана днем читала книги. Ночью это было самое укромное место. Девушка шепотом цитировала известных поэтов, а Кирилл громко смеялся, но она ему ласково закрывала рот рукой, чтобы прислуга не услышал. Солдат был по уши влюблен в генеральскую дочку. Он не мог дождаться ночи, чтобы отправиться к ней на свидание. Кирилл никогда не встречал такой девушки, как Милан. Она вовсе не походила на городских фиф, которых привык видеть Кирилл. Девушка была отлично воспитана, немного старомотна и мила. Она никогда не спрашивала о материальном положении Кирилла и ее не интересовало какой у него телефон. Милана просто любила его, отдавая все себя. Вскоре о любовной связи дочери и солдата узнал генерал. Ему настучали сослуживцы Кирилл, чтобы заслужить поблажки и не идти в наряд. Генерал был в ярости. Он думал «Сгнаю тебя, сволочь! Урую! С моей дочерью вздумал якшаться! Нашел с кем!» Он дал указание перевести Кирилла в отделение с самыми отмороженными дедами. В итоге парня начали там унижать, гонять в наряды, заставляли маршировать на плацу до изнеможения. Мила написала ему письма, но генерал распорядился, чтобы военная цензура их не пропускала. Кириллу было обидно, что ему испортили жизнь ни за что. В итоге солдат решил сбежать из части. В душе он проклинал сволочного генерала, поэтому не выдержал морального давления. После побега он пришел к генералу на дачу, чтобы увидеться с Миланой. Кирилл был доведен до отчаяния, поэтому зашел во двор не пречась. Он сразу увидел Милану в беседке, но напротив нее сидел генерал. Отец Милана вскочил со стула, его глаза налились кровью от злости. Он вытащил пистолет из кобуры и направил его на Кирилла. «Уйди быстро, я тебе по-хорошему говорю. Все равно в дисбате сгниешь, я постараюсь». Тогда Кирилл сказал, «Стреляйте. Но я без Милана жить не буду, мне терять нечего. К чему мне дальше жить, если такие служаки, как ты, жить не дают?» У Кирилла на глазах стояли слезы. Милана тоже разрыдалась. Она просила отца не трогать парня, а сама плакала так, будто кто-то уже умер. В черствой душе отца что-то шевельнулось. Конечно, высокие чувства ему знакомы не были, но уважение к парню он испытал. Генерал понял, что у того есть в душе внутренний стержень. Он не слабак и любит его дочь. Повернувшись к Милане, он хмуро сказал, «Ладно, черт с вами, дружите. А ты возвращайся в часть. Дисбата не будет, гарантирую». В итоге парень ослужил срочно. Он решил связать свою будущую жизнь с армией. Генерал очень гордился будущим зятем. После окончания службы Кирилл сделал Милане предложение. Девушка с радостью его приняла. Вскоре после свадьбы она забеременела и родила двух мальчиков-близнецов. Отец был в восторге. Он всю жизнь мечтал о сыне, а тут целое подразделение. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!